В Белаярском суде заслушали последнего свидетеля по делу Марины Мартемьяновой. Женщину обвиняют не только в совершении ДТП, в котором пострадали два подростка, но и в преднамеренном убийстве. По словам адвоката одной из потерпевших, на его доверительнице в момент аварии была куртка со светоотражающими элементами. Это может стать доказательством того, что Мартемьянова видела подростков на обочине. Но после экспертизы вещи пострадавшим так и не вернули, поэтому сегодня в суд в качестве свидетеля вызвали следователя, который занимался этим делом. Он пояснил, что изъял вещи, но приобщить материалы к делу не смог, так как подвела техника. Я оформил протокол выемки, поскольку при производстве выемки необходимо участие понятых либо производство фотофиксации. Я произвел фотофиксацию данного следственного действия. Однако фотографии, фототаблицы, фотографии к следственному действию не получились в связи с технической поломкой фототехники. И данное следственное действие, естественно, призвано незаконным. Поскольку протокол фактически не имел юридической силы доказательств, он не был приобщен к делу. Напомним, ДТП произошло в ночь с 5 на 6 апреля и попало в объектив камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, как автомобиль сбивает двух девушек, после чего скрывается с места аварии, но уже через несколько минут возвращается и снова переезжает одну из пострадавших. Поймать подозреваемую удалось по горячим следам. По материалам дела она оказалась пьяна. Сейчас Мартемьянова находится под домашним арестом. На следующем заседании, которое состоится 22 ноября, показания даст подсудимое. Продолжение следует... Продолжение следует...